Вечер современной хореографии Отсматривать рисунки, формы и линии, правда, не живописные, а хореографические, но по-прежнему говорить о голландских мастерах. Открыл вечер однактный балет о вариации на тему Франка Бриджа на музыку Бриттона. Хореограф Ханс ван Маннен сочинил его в 2005 году для нидерландского национального балета. Я не знаю, почему я выбрал этот балет. Я мог выбрать любой другой, но я подумал, что будет здорово, если танцовщики будут танцевать не в пуантах. Я, конечно, ставлю много балетов на пальцах, но здесь нужны балетки. На сцене нет декораций, их Ханс ван Маннен не любит, и нет сюжета. Есть музыка и движение. И, конечно же, эмоции. Истории нет, но это всегда про человеческие отношения. Поэтому это не абстрактный балет. Там всегда что-то происходит. И, как вы можете убедиться, я очень хорошо использую музыку. В центре внимания хореографа мужчина и женщина. Он и она. Екатерина Шипулина и Денис Родькин. Если просто посмотреть спектакль, кажется, что это движение ради движений. Просто танцуем музыку и не вкладывая никакие эмоции. На самом деле нужно идти подготовленным. Обязательно прочитать и биографию Ханса. И он очень красочный и полно рассказывает про этот спектакль. Рассказывает, что это спектакль про жизнь, про отношения мужчины и женщины. И вот то, что каждый день происходит, то и происходит. Честно говоря, я даже не очень понял вообще, о чем этот балет. Но танцевать его было безумно интересно, я скажу честно. И, может быть, я со временем пойму. Но вот сейчас именно я понял, что это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. В первую очередь. Хореография Ван Маннена – это поиск единения музыки и танца в обход сюжета. Хореограф как будто рисует на сцене формами, фигурами и их перестроениями. И стремится к тому, чтобы хореография максимально точно и тонко выражала партитуру композитора. Здесь большое внимание было уделено не только движениям каждого артиста, а именно рисунок на сцене, как мы стоим, какие диагонали, какие у нас расстояния между друг другом. То есть это все просто до миллиметра выверялось. Это очень все важно. Здесь очень важно держать интервалы, линии. И как нас просили в городобалете, чтобы четко были линии, так и здесь. И этот акцент был... Был на этом поставлен акцент. Второй одноактный балет совсем недолго вместе поставили нынешние художественные руководители Нидерландского театра танца Соль Леон и Пол Лайтфуд. А завершил вечер балет «Симфония псалмов» на музыку Игоря Стравинского. С артиста небольшого хореографию Иржи Килиана разучивал его ассистент Стефан Жеромский. Он точно знает, о чем этот балет. Это от духовности, духовности о Богу, о том, что наша жизнь, как... Мало нашей жизни в таком, не знаю, как сказать, но в мире, что это важно, чтобы Бог... Что это не только, что мы делаем здесь, только что будет. И наш такой разговор с Богом, это тоже важный, с такими универсальными, спиритуальными, духовностями. Часть нашей жизни тоже важна. Этот балет уже был поставлен в Большом театре в 2011 году. Но сейчас стал завершающим аккордом голландского триптиха. Потрясающее ощущение, когда танцуешь, ты находишься постоянно на сцене все эти 30 минут. И это настолько духовно обогащает тебя, когда ты полностью отдаешься музыке и своей истории, что просто после... когда ты выходишь, как будто молитву прочитал. Этот спектакль, он о единении душ всех людей, всего человечества. И в то же время о страданиях и о боли каждого индивида. То есть это тот спектакль, в котором нужно быть все вместе, единым целым. Но при этом каждый человек должен привносить что-то свое, свою душу. И вот особенность уникальная в этом спектакле, что чем больше ты его танцуешь, тем больше ты можешь в себе найти, что-то вспомнить, что-то привнести. И, ну, пожалуй, нет предела просто, насколько можно внутри этого спектакля, внутри своей роли развиваться. А еще интересно и то, что симфонию псалмов трудно назвать современным балетом. Балет был поставлен Иржи Киллианом в 1978 году на сцене Нидерландского театра танца. И за эти почти 4 десятилетия в нем танцевали все, кто сегодня определяет голландскую хореографию и кто создал все три сегодняшних балета. Я танцевал этот балет, тоже полотанцевал, и Соли Леон, они тоже танцевали этот балет. Этот балет очень важный. Мы так очень сильно чувствуем этот балет, это очень эмоционально. И у нас такие вспомнения каждого, который танцевал. Мы чувствуем, что это наш балет. А теперь и все артисты Большого, кто принимал участие в триптихе, знают, каково это жить в мире танца голландских мастеров. И этот опыт поистине уникален.